Всем привет! В этом видео поговорим о том, какой цвет выбрать для Poco M4 Pro 5G. Вам это может показаться на первый взгляд странным, ведь расцветка обычно это дело вкуса, но сегодня поговорим о некоторых нюансах. Дело в том, что в зависимости от расцветки у вас будут совершенно разные свойства смартфона. Смотрите, есть три расцветки, все три они перед вами. Одна из этих расцветок это глянцевая серая и она гладкая. То есть, если ее вот так вот потрогать, она такая скользкая даже немножко. Если мы говорим о желтой расцветке и о синей расцветке, то здесь у нас уже есть шероховатость. То есть, даже вот сейчас послушайте, как это звучит. То есть, вы чувствуете, что эта расцветка шероховатая, то здесь совершенно другое нанесение краски, нежели серый. Смотрится это также несколько по-иному. Если посмотреть на то, как падает свет, посмотреть на то, как отыгрывает этот свет на расцветке, то видно, что вот этот серый, он смотрится немного таким стеклянным, уходящим в пластик. Если говорить о вот этих расцветках, то они смотрятся как больше металлические, уходящие в пластик. Что-то типа такого. Ну и желтая расцветка тот же самый эффект имеет. Если говорить о красоте, то тут тоже важным является то, что у желтой расцветки имеется такая ярко выраженная золотистая рамка. То есть, это не просто желтый цвет рамки, а именно ярко выраженный золотой цвет. Вот видно, да, как она прям блестит, когда на нее попадает свет. Если говорить о синей расцветке, то здесь уже имеется у нас немного более матовая рамка. Она тоже выглядит таким немножко, ну такой оттенок есть, но она все-таки выглядит более матовой. Если говорить о серой расцветке, то здесь все более гармонично. То есть, здесь рамка, она выглядит такой тоже матовой, но серой в цвет устройства. Поэтому, если говорить о такой монолитности и красивости устройства, то на первом месте для меня, например, это синий цвет, потом идет серый, потом идет желтый. Потому что синий, он более такой гармоничный по цветам. На вот этот серый прилипают отпечатки чуть-чуть получше. То есть, его нужно будет протирать чуть чаще, чем вот эти. Наверное, за счет текстуры, за счет того, что здесь более глянцевая такая поверхность. А здесь за счет шероховатости она, видать, даже, наверное, не столько меньше прилипает, сколько меньше видно на этой текстуре какие-то отпечатки. Поэтому это будет более практичный вариант. В остальном от расцветки, конечно же, ничего не зависит. Еще, ну по ощущениям, вам, возможно, будет более приятно использовать именно вот такие расцветки. Синенькую и желтую. Потому что они, когда ты держишь в руках, они ощущаются так более уверенно в руке. А когда берешь серый цвет, то он ощущается немножко более скользким. Как будто бы, ну так вот по ощущениям. Но здесь есть эффект наждачки. То есть, когда ты трогаешь руками желтый и синий цвет, есть эффект наждачки. Кому-то это может не понравиться. В общем-то, надеюсь, ответил на вопрос, какой цвет сейчас стоит выбирать. Для меня лично вот самый интересный, сбалансированный, это синий, ну и желтый. Если говорить, ну вот темный, он просто не очень красивый и глянцевый. То есть, если бы они сделали его точно таким же, с эффектом наждачки, скажем так, то вот серый, мне кажется, смотрелся бы очень круто. И здесь есть такой градиент, то есть, переход от темного к светлому участку. Здесь этого нет. Если кому-то интересно, где можно купить их по самым лучшим ценам, то ссылки на Poco M4 Pro 5G я оставлю в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить при покупке, независимо от того, в каком магазине вы покупаете. В России, в Украине или в Китае. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok